Момент не помню, но помню, что в пять лет меня спросили, кем я хочу быть. Я отвечал всегда, что я хочу быть доктором. Так сложилось, что папа у меня был врачом, тоже заведующим отделением, и вот по стопам родителей я и пошел в медицину. Первая специализация у меня была по стопам папы. Папа был урологом, и я тоже пошел сначала в урологию. А потом я понял, что урология – это не совсем мое. Прошел переподготовку и перешел в лор. Мы занимаемся всем. Практически все, что в лор-патологии можно прооперировать, мы здесь оперируем. Есть некоторые нюансы, есть некоторые нозологии, которые мы не берем, отправляем в Монике, например, операции на ушах. Пока что мы сюда не берем, но в планах есть, будем обязательно брать. По возрасту – это все абсолютно возраста, ну, начиная с трех лет. С трех лет берем детей на аденоиды и до максимального возможного возраста, там 80-90, какие пациенты приходят, таких берем. Патологии – это искривление носовой перегородки, хронический танзелит, кисты, полипы, носовых ходов, верхнечелюстных пазух. Ну, в общем, практически весь спектр. У нас не хватает врачей, у нас не очень держатся дежуранты. Нужно обеспечивать круглосуточный режим работы, а мало кто готов. Может быть, в начале профессиональной деятельности есть такие какие-то, бывают, наверное, сложности, но когда объем операции уходит за 100, за 200, и, честно говоря, уже никаких сложностей в этом не возникает. Бывают, конечно, такие конфликтные пациенты, да, случаются. Мы ко всем находим подход. Сегодня с вами мы снимали адентомия. Ребенок 3,5 года, почти 4. Адентомия была по поводу гипертрофии аденоида в третьей степени. Делали мы при помощи каблатора эту операцию. Вот ребеночек плохо дышал, храпел, проблемы со слухом, теперь все будет хорошо. Вторая операция называется септопластика и гаммеротомия. Септопластика мы проводили по поводу искривления носовой перегородки. Гаммеротомия была киста, верхнечисленной пазухи. То и другое исправили. Мы работаем в очень тесной связке. Да, бывают такие пациенты, которым нужна и лор-помощь, и челюстно-лицевые хирурги. Но вот сегодняшние операции были только лоровские. У нас, может быть, к сожалению, а может быть и к счастью, узких специалистов нет. У нас каждый врач практически весь спектр хирургических вмешательств выполняет. Должна быть взаимозаменяемость, потому что лор часто нужен в других местах. Если какой-то из узких специалистов уедет в другую базу, то нужно ждать. А так у нас все выполняют все. В первую очередь, то, что касается Одинцовского района, чаще всего ко мне приходят с уверенностью, мамы или папы детей, уверены в том, что все операции мы проводим под местной анестезией. Или, как они говорят, вообще без анестезии. На живую. На самом деле, уже года три мы всех детей отправляем на наркоз. Все операции у детей, начиная с трехлетнего возраста и заканчивая 17-18 летним возрастом. Мы делаем под общим наркозом. Первый. Хотя, честно говоря, у меня в голову даже и не приходит какой второй. Других мне что-то не встречалось. Во-первых, это большой стресс, если ребенку делать такую операцию под местной анестезией. Часто дети первые воспоминания в своей жизни, которые могут вспомнить, это как раз операция. Вот когда его привязывали, голову держали, это было неприятно. Потом перерыв года два-три, и ребенок начинает там с семи-восьмилетнего возраста, какие-то воспоминания другие. Мы так и стараемся не делать. Во-вторых, под общим наркозом гораздо тщательнее можно удалить аденоиды. Рецидивов гораздо меньше. Вот эти факторы играют роль в первую очередь. Ну, во-первых, с маленькими надо договориться сначала. Мы маму сначала убеждаем в том, что нужно ребенка готовить. Для того, чтобы он просто хотя бы зашел в операционную, дальше работа анестезиолога, но если он не войдет в операционную, то уже начинается скандал на входе. Мама должна подготовить ребенка. Мы обычно просим говорить таким образом. Делаем ингаляцию, потому что вводный наркоз у нас ингаляционный. И после того, как ребеночек уже начинает засыпать, вот какие-то неприятные манипуляции мы начинаем делать уже в операционную. Ну, собственно, наверное, пожалуй, все из особенностей. Кроме того, мы с ребенком контактируем еще на этапе консультации, когда мама его в первый раз приводит. Уже тогда налаживается контакт, ребенок запоминает врача, и уже когда второй раз его увидит, уже не так страшно. И участие в конференциях для того, чтобы узнавать что-то новое. И контакты непосредственно с коллегами. Ну, здесь у нас лоров не очень много, но мы по всей области практически всех знаем. И в Монике знаем и заведующих, и заведующих кафедрой. Ну, в общем, точнее, это разные люди по одному. Один заведующий, один заведующий кафедрой. Вот. А помогает семья, когда мы возвращаемся с работы, для того, чтобы передохнуть, выдохнуть, нужно чуть-чуть отвлечься. В этом помогает семья. Расширяться. Расширять спектр оказываемых оперативных вмешательств. Вывести, наконец, из резерва те койки, которые у нас ввели в резерв на время ремонта основного здания. Штатная численность койок у нас 30. Сейчас мы пока работаем на 10. Когда мы расширимся до штатной численности, будет гораздо легче. Сам простой способ попросить на приеме в поликлинике врача записать прямо в ЕМИАСе на прием ко мне для консультации по поводу операции. Это может сделать как лор, так и терапевт, ну, точнее, педиатр, если у детей, и терапевт, если у взрослых. Каждый день по часу я выделяю специально для того, чтобы консультировать. 5-6 человек, бывает, 7 человек в день приходят для консультации. Мы их консультируем и записываем на операцию. Если экстренные вообще никаких ограничений нет, то можно вызвать скорую, скорая привезет сюда, можно приехать самостоятельно обратиться в приемное отделение. Разные варианты существуют. Продолжение следует...